Вот сейчас самое время присесть, налить чайку и внимательно послушать данное видео. Приятного просмотра! Ещё в феврале 2016 года стало известно, что немецкий производитель Leica поможет компании Huawei с камерами для смартфонов. Заявление было воспринято с интересом. Партнёрство должно дать свои плоды, а не ограничиться простым брендированием мобильников. Незадолго до апрельской презентации появились пресс-рендеры Huawei P9 с двойной камерой и надписью Leica. То есть стало очевидно, что флагман китайской компании получит продвинутый фотомодуль. Три года назад мобильный мир восхищался Nokia Lumia 1020. Это был настоящий камерафон с невероятной по тем, да и по нынешним временам 41-мегапиксельной камерой. Его время давно прошло, а гонка за разрешениями и матрицами поутихла. Никто не выдвигает особенных требований к фотомодулям смартфонов. Однако лидеры всё же есть. Считается, что наиболее качественные снимки делают айфоны и самсунги. Хотя всевозможные сравнительные тесты не всегда подтверждают тот или иной домысел. В 2015 году компания Huawei вышла на твёрдое третье место по поставкам смартфонов в мире. И они со всех сил держат это место. Этот факт и острая конкуренция на рынке просто не допускает выпуска плохого флагманского мобильного устройства. На презентации в Лондоне китайский производитель показал сразу несколько флагманских устройств P9 и P9+. Второе выделяется увеличенным дисплеем с распознаванием силы нажатия и более высокой ценой. В Европе плюс 150 евро. Конечно, понятно и очевидно, что массовым флагманом будет именно Huawei P9. Настоящий флагман должен быть первым во всём. Таковы уж требования современного потребителя. Да, и встречают по одёжке. Говорит, и P9 составляет 145 на 70 толщина 7 мм. Вес 144 грамма, как у P8. На деле это означает, что смартфон тонкий и лёгкий для своих размеров. Не ощущается лопатой, в том числе за счёт относительно небольшого 5,2-дюймового экрана. У металлического корпуса модели, есть, конечно, керамическая версия, нет острых углов, а дисплей загнут выпуклым 2,5D стеклом Gorilla Glass 4. Я не буду вам несколько минут рассказывать ненужные очевидные вещи, такие как расположение кнопок и прочее. Это можно увидеть даже на официальном сайте Huawei. Просто скажу, что в целом всё лаконично и без лишних элементов. Гаджет выглядит дорого. Металл, шлифованный на торцах, фирменные вставки в области камеры и отличная монолитная сборка дают тот самый положительный эффект, благодаря которому встреча по одёжке происходит сугубо положительно. В руках Huawei P9 лежит очень удобно. Закруглённые торцы не врезаются в ладонь. Стандартная версия P9 оборудована 5,2-дюймовым дисплеем IPS Neo Art Japan Display. У P9 Plus 5,5-дюймов AMOLED с разрешением Full HD и рамкой толщиной 1,7 мм. Матрица предлагает отличные углы обзора, цветовое искажение не наблюдается. Цветовую температуру можно дополнительно поднастроить. Дымчатость картинки заметна только если приглядеться. Чёрный остаётся на месте и не принимает зелёный или фиолетовый оттенки. Небольшой ложкой дёгтя можно назвать не самую высокую яркость дисплея. В большинстве случаев это абсолютно некритично, но под прямыми солнечными лучами изображение на экране становится слаборазличимым. Разрешение 1080p кажется не слишком продвинутым, но позволяет добиться более продолжительного времени работы девайса. К тому же большинство пользователей не увидит разницу между Full HD и 2K. Кроме того, плотность пикселя экрана P9 составляет 423 точки на дюйм, поэтому жаловаться на некрасивую картинку не приходится. Звук и сканер отпечатка пальцев два больших плюса. Huawei придерживается традиции, продолжая размещать сканеры отпечатки пальцев на задней крышке. Сканер просто великолепен. Распознавание происходит за долю секунды. Берёте смартфон в руку и он тут же разблокируется. Этот элемент в Huawei P9 с лёгкостью сравнивается со сканером в iPhone 6s. Второй совершенно неожиданный плюс устройства – это его звук. О басах здесь речь не идёт, но как минимум звонок Huawei P9 на улице вы не пропустите. Компания Huawei устанавливает в P9 собственный 64-битный восьмиядерный чип Kirin 955 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-T880 MP4. 3 ГБ оперативной памяти и 32 встроенной. Имеется также модель с 4 и 64 постоянной памяти. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Неплохой показатель с учётом тонкого корпуса устройства. Операционная система мобильника, кстати, предполагает интересную функцию энергосбережения. По желанию пользователя разрешение может быть снижено до HD, однако при этом требуется перезагрузка аппарата. Приложения разной степени тяжести работают на P9 без паники и намёка на тормоза. Любые игры, запуск программ, серфинг по интернету, просмотр видео – все эти задачи мобильный флагман Huawei P9 выполняет без проблем. Современные смартфоны, за редким исключением, не способны придержаться более одного рабочего дня при серьёзной нагрузке. Если вы не любитель игр, мессенджеров и не киноман, P9 не стал исключением. Держит с утра до вечера. Многое зависит от выбранного режима производительности, настроек экрана и качества приёмов в сотовой сети. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки через USB-C. Это очень хорошо, однако только при подключении к фирменному адаптеру. Ноутбук же через USB будет накачивать батарею достаточно долго. Двойная камера Huawei P9 разработана совместно с именитым фотопроизводителем Leica. Правда, совершенно непонятно, чем именно здесь помог немецкий производитель. Это самая главная фишка гаджета. Хотя ладно, по правде говоря, Leica тут ничего не делала. Скорее всего, просто разрешила за энное количество денег разрешить использовать своё имя. Основной фотомодуль Huawei P9 совмещает в себе два 12-мегапиксельных сенсора без системы оптической стабилизации, но с гибридной автовкусировкой с лазерным наведением. Обычный цветной RGB и монохромный. Последний, в отличие от RGB, делает снимок лишь в чёрных и белых цветах. Чёрно-белая камера не имеет светофильтров на пикселях, поэтому пропускает почти в три раза больше света. Информация с данным сенсором может использоваться как маска для цветного снимка. Это давний приём фотографов, работающих с Photoshop. Поэтому один и тот же кадр при идентичных настройках будет снят не на ISO 3200, а на ISO 1000. В случае с компактными камерами компания Leica пошла по сомнительному пути. Она брендировала фотомодули Panasonic Lumix своим логотипом, немного изменила профили обработки и на полностью идентичную камеру установилась двойная цена. Настоящий премиум. На сегодняшний день известно, что фотомодуль для P9 делала Sunny Optical Technology. Как и для любой другой камеры, будь она профессиональной или любительской, для фотомодуля в смартфоне Huawei важно хорошее освещение. Тогда и в самых неумелых руках изображения получаются на удивление удачными, причём даже в автоматическом режиме. Камера отлично работает в условиях недостаточной освещенности. Лишь совсем во тьме при наличии точечного света появляются характерные шумы. Китайский производитель предлагает заготовленные режимы съёмки для разных условий, профессиональный режим и дополнительные настройки. Среди прочего имеется инструмент, который не позволит заваливать горизонт. Доступна съёмка в RAW. Тут им выступает ДНГ-контейнер. Аппарат P9 стал первым смартфоном в мире, который даёт возможность предварительно оценить глубину резкости в режиме имитации высокой светосилы до F0.95. Также он предварительно показывает, каким будет кадр в режиме длинной выдержки. Это особенно удобно при съёмке следов от движущихся авто в ночном городе. Работает P9 под управлением Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой Emotion 4.1. Компания продолжает дорабатывать интерфейс, который во многом походит на iOS. Но, ребята, тут говорить особо не буду. Для кого-то это вверх дизайнерской инженерной мысли. Но для меня это просто пипец. Основной минус смартфонов Huawei. Модель Huawei P9 наверняка не заменит профессиональную фотокамеру. Однако среди смартфонов это вполне хороший камерафон. Помогла ли лейка или перед нами достижение самого китайского производителя, официально неизвестно. Компания выбрала определённый подход к разработке дизайна мобильных устройств, и сейчас это идёт ей на пользу. В технологичности девайсов также не приходится сомневаться. Сложность заключается в том, что не все потребители готовы заплатить за бренд Huawei ощутимую сумму. Слишком долго он ассоциировался с бюджетными мобильниками, со всеми вытекающими последствиями. Если же отбросить в сторону предрассудки, P9 выглядит достойным вариантом. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Как всегда, теперь новиночка. Если досмотрел до этого момента, ты супергерой. Напиши об этом в комментариях. Я супергерой или я молодец. Я обязательно прочту, отвечу. И мы с вами пообщаемся прямо под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые видосики. Конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. У нас есть чат ВКонтакте. Тоже очень интересно. Я надеюсь, со временем станет. И пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Все ссылочки на наши социальные сети, а также на смартфон Huawei P9 будет в описании под этим видео. Ну а мы с вами прощаемся. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.